Тема сегодняшнего выпуска довольно простая, но при этом может быть все-таки сложной в понимании. Сегодня мы с вами обсудим причину того, что Proof of Stake — это скам. И с этим сказанным... Всем привет, с вами Саня Дикари, и добро пожаловать в новый выпуск. Да, вы все услышали правильно, Proof of Stake — это скам. Но говоря это, мы должны быть немного более точны. Если проект Proof of Stake вам ничего не обещает и заявляют вам, что всего лишь занимаются экспериментами, то это нормально. Но любая существующая Proof of Stake — криптовалюта, которая говорит вам, что у нее есть потенциал быть деньгами, или же у нее есть потенциал быть каким-то образом полезными в DeFi в будущем, что ж, это не так. И это скам. И сегодня я вам хочу рассказать о довольно легко понимаемых причинах, почему Proof of Stake вообще не работает, почему в нем нет никакой революции, и почему вам следует быть очень осторожным при инвестировании в Proof of Stake проекты. И давайте начнем. Причина номер один — эффект Кантильона. В каждой системе Proof of Stake богатые становятся еще богаче. И это именно то, что мы с вами наблюдаем в текущей финансовой системе. А биткоин был изобретен именно в противовес этой ситуации. И биткоин — это альтернатива. Но биткоин работает не на Proof of Stake, он работает на Proof of Work. И это никогда не поменяется, и для этого есть причины. Задумайтесь на минуту вот о чем. Почему все эти большие количества криптовалют, появившихся после биткоина, пытаются выполнять новые и интересные вещи, но ничего из этого, похоже, не задерживается? Задумайтесь ненадолго об эфире. Они переключились на Proof of Stake. Но что нам принес эфир, кроме как финансовых пирамид, мемкоинов, NFT, которые падают в цене как безумные? Что ж, довольно они похожи на то, что будет использоваться то применение, о котором они говорят уже практически на протяжении 10 лет. Задумайтесь об этом ненадолго. Есть ли какие-то Proof of Stake криптопроекта или криптовалюты, которые на самом деле что-то делают? Что ж, да не особо. Это никак не связано с идеологией биткоина, с его идеей привнести альтернативу именно этому, что богатые становятся еще богаче, что богатство распределено плохо, и его распределение становится только хуже с каждым днем. Посмотрите на все эти напечатанные деньги. Вы видите все эти деньги? Что ж, если вы видели, то я вас поздравляю. Но это не те суммы, которые видели те, кто находится наверху пищевой цепи. Так что эффект Кантильона определенно является проблемой. И вот почему биткоин и был изобретен. И поэтому буквально все, что пошло после этого, все эти Proof of Stake проекты, на самом деле не имели целью решить эту проблему. Совершенно. На самом деле они ее ухудшают, потому что в системе Proof of Stake те, у кого находится большинство монет, прежде всего они задают правила, сильнейшие они создают правила, а также они становятся еще более сильными, получая еще больше вознаграждения. Абсолютно то же самое, что мы наблюдаем и в текущей финансовой системе, которая, что ж, похоже, что скоро рухнет в любой момент. Номер два. Несмотря на то, что это называется Proof of Stake, на самом деле не имеет ничего общего со стейком. Давайте объясню. Если мы посмотрим на потенциальную атаку на блокчейн биткоина, например, скажем, у нас вот здесь есть блокчейн биткоина, у нас уже есть несколько блоков, и, допустим, мы с вами находимся вот здесь. Далее. Если вы хотите провести атаку на блокчейн биткоина, то вы можете это сделать, используя скрытый майнинг. Что это значит? Это значит, что вы берете какую-то часть истории, вот до этой точки, а после вы производите скрытый майнинг, то есть вы пытаетесь сделать майнинг более быстрее, чем оригинальный майнинг в сети. И, скажем, каким-то образом вам это получается сделать, например, имея 51% хэш-пауэр, или даже больше, и у вас получается идти быстрее, чем обычный блокчейн. А затем вы возвращаетесь в блокчейн, говоря, что этот год имеет неправильную историю, а вот ваша история является правильной историей. То есть вы провели атаку на биткоин успешно. И такого никогда не было. Скажем, никогда успешно. Почему? А потому что на проведение такой атаки будет стоить абсурдное количество денег. Потому что вам нужно купить электричество, вам нужно купить майнеров или получить майнеров. А на выполнение этого потребуется физическое, огромное количество физических затрат. А теперь, допустим, мы в той же самой точке и хотим провести атаку на Proof of Stake. Как это работает? Что ж, абсолютно так же. Вам необходимо обеспечить прохождение вот этой точки и замайнить, точнее, не замайнить, а завалидировать блоки быстрее, чем основная сеть. И если вы сообщите завалидированные вами блоки обратно в блокчейн, произойдет то же самое. Это то, как работает блокчейн. И вот это уже не будет правдой. А вот это, вот этот пройденный путь, станет правдой. И это нужно понять. Далее возникает вопрос, а стоит ли это что-то для нас? Нет, совершенно ничего. Если ты довольно большой, если ты крупный валидатор, или, например, ты являешься крупной биржей, у которой есть большое количество этих монет Proof of Stake, то каковы затраты будут для вас на выполнение этих действий? Вообще не будет никаких затрат. Поэтому эти богатые валидаторы, если они объединятся в группу, или же кто-то, кто супер богатый, как организация или как биржа, что угодно, то они смогут сделать столько хардфорков, сколько им захочется, практически с нулевыми затратами. Они могут валидировать, не неся никаких физических затрат. Это очень важно понимать. И, конечно же, для этого есть на самом деле даже стимул, так как после всех хардфорков у них будут эти же монеты, поэтому они останутся китами, или, скажем, очень крупными валидаторами, большими валидаторами, так же и в новых хардфорках, и в новых блокчейнах. Ладно, давайте поговорим с вами о долгосрочной атаке. Говоря честно, большинство Proof of Stake систем внедрили кое-что, называемое контрольными точками. Так что в большинстве случаев это больше невозможно. Но определенно для некоторых проектов этот риск остается. И как это работает? Что ж, довольно просто. Чтобы перезаписать историю в блокчейне, вам нужно вернуться, изменить историю, и построить еще более длинную цепочку, чтобы вернуть ее в блокчейн. То есть всегда побеждает наиболее длинный блокчейн. Мы уже это видели в наших предыдущих примерах. Далее, например, скажем, вы хотите поменять блокчейн от сюда до сюда. Что вам для этого нужно сделать? Вернуться сначала сюда, в эту точку, а затем попросить кого-то, кто был крупным валидатором в то время, у которого было много монет XYZ, и сказать, «Слушай, я хочу купить твои приватные ключи, которые тогда у тебя были». Этот чел, этот валидатор, может продать вам приватные ключи, потому что он уже все монеты потратил, или же куда-то отправил еще, или что угодно. Главное, что вам нужно получить ключи от крупного кошелька, который являлся крупным валидатором на тот момент. Затем, что вам нужно сделать, это переписать историю. Полностью. Главное, чтобы обеспечить больше блоков, чем есть в оригинальном блокчейне. А затем вернуть эту информацию в оригинальный блокчейн, сообщая всем участникам новые полученные вами блоки. И что тогда произойдет, а то, что все происходило вот здесь, станет недействительным. А вот эта цепочка станет действующей. Но вы можете задаться вопросом, «Смотри, так не получится», потому что история уже была составлена. Что ж, это не совсем так. И все дело в том, что в системах Proof of Stake на самом деле нет временных отметок. И все дело в том, потому что вам физически не приходится ничего инвестировать. У вас нет физических затрат в виде электричества, чтобы майнить и искать блок. А что, уходит время? Нет. Вам просто нужно создать новый блок, который вы можете создать за миллисекунды. Таким образом, вы можете создавать сразу несколько блоков супербыстро, и, по сути, обгоняя блоки, которые создаются вот здесь, блок, вот этот блокчейн, после чего ваша правда становится верной. А причина в том, что у вас есть доступ к кошельку валидатора, который сейчас уже не является валидатором, но который им был в прошлом. Повторю, никаких физических затрат, которые, очевидно, образуют и ограничения по времени. Здесь их нет. Так? Вы действительно можете делать все, что захотите. Теперь давайте поговорим о последней причине, и мы ее уже упоминали. Здесь я хочу выразить огромную благодарность Чейсену Лори и его книге «Soft War. Мягкая война». Это очень, очень интересно. За более 4 миллиарда лет эволюции мы поняли, что единственное, что нам поможет остановить злоумышленника совершенно в любой сфере и в любой форме, это создать для него физические затраты, для того, чтобы атаковать вас, для него не было никакого смысла. То есть, по сути, вы хотите снизить его преимущество в атаке на вас и как вы это сделаете. Что ж, путем создания физических затрат на осуществление этой потенциальной атаки. И в системе Proof of Stake нету никаких физических затрат, которые вы создаете для потенциального атакующего. И вот почему мы с вами наблюдаем эти все атаки, все эти остановки сети, взломы всех этих смарт-контрактов. Почему? Да потому, что здесь нету никаких физических затрат для атакующего. А был ли когда-то биткоин взломан? Вы помните последний раз, когда биткоин был взломан? Я нет. А знаете почему? А потому, что биткоин никогда не подвергался взлому. Даже Пентагон взламывали. 15-летний мальчик смог получить доступ к очень чувствительной информации Пентагона. 3000 имейлов с важной и критической информацией. А биткоин взламывали? Был ли хоть один Сатоши украден из вашего кошелька без вашего разрешения? Нет. Так что мы с вами прошли эту эволюцию, а также историю человечества, что для защиты Земли тоже нам нужна наземная пехота. А для защиты воздуха нам нужны воздушные силы. Для защиты моря нам нужен флот. Для защиты космоса нам нужны космические войска. И да, космические войска на самом деле существуют. Но что нам необходимо в киберпространстве, чтобы защитить наши активы? Что ж, нам нужно что-то, что создает высокие физические затраты для нападающего, делающего его атаку на ваши средства, не имеющую смысла, на ваши денежные средства. Так. Это кое-что важное для того, чтобы понять. И биткоин именно эту проблему и решает. Если на кону ничего нет, буквально, если нет никаких физических затрат на проведение атаки на вас, то рано или поздно вы подвергнетесь атаке, так как преимущество атаки довольно высоко. Итак, долгая история коротко. Будьте в безопасности, покупайте биткоин и спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова